И так каждый день в течение 7 лет, а виной всему пробки. Однажды Михаил Белозуб понял, что больше не хочет терять время в заторах и решил добираться на работу бегом. Благо расстояние не более 10 километров и каждый день на пути неравнодушному Одинцовцу попадались навалы мусора. Мне уже настолько стало тошно на это смотреть, что я решил просто я возьму пакет и соберу. Я просто останавливался, собирал, доносил эти пакеты. Потом постепенно я уже как бы понял, что вот и дальше я уже услышал, что появилось наплавление плогинга. С тех пор спортсмен-эколог остановиться не может, бегает и собирает мусор, совмещая приятное с полезным. Михаил избегает пыльных дорог, выбирает лесные массивы, а как раз в них работы хоть отбавляй. Миш, самая интересная находка, которую ты сделал во время своих пробежек. Ну вот одна из самых таких и страшных, кстати, потому что вечером уже было дело, я нашел пластикового большого скелета, который был примотан к дереву. То есть я вот думаю, если кто-то вечером наткнулся, могли бы люди очень сильно испугаться. Да, но вот кто-то вот так вот пошутил. Достижения Михаила Белозуба за 7 лет более чем внушительные. Общий километраж пробежек приближается к сотне тысяч. Только за месяц он преодолевает около 700 километров. То, что я вынес из леса в мешках, потому что мешок примерно вот 120-литровый, который я использую. И так, если по объему, по объему там вообще бешеный получается, а по килограммам, я в среднем, если считал, там мешок, например, 10 килограмм, вот, то у меня получалось, может быть, на данный момент где-то тонн 10 мусора. Запись интервью для нашего канала прошла успешно. Два больших мешка с мусором заняли свое место у обочины. Впрочем, просто так Михаил их не оставит. Что теперь с этим мусором будет? Не вернется ли обратно? Нет, не вернется. Тут на самом деле есть такая, ну, безусловная договоренность с коммунальными службами. Здесь проезжают машины, которые мешки МБУ, когда собирают, они уставляют около дороги, и она их собирает, то же самое, вот, как бы, наши мешки тоже. Либо я сейчас сделаю еще фотографию для верности и отправлю тоже на добродел. Для уверенности к фотографии прикрепляем геоданные. Благодаря нашим совместным усилиям лесной массив стал немного чище. Кстати, заниматься плоггингом может каждый. Ограничений нет. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.